Нет такого человека, который не знал бы о словаре Даля и хотя бы однажды не прибегал к его использованию. Порой, находясь в поиске значения того или иного слова, именно этот источник помогает нам найти ответы на интересующие вопросы. Над созданием толкового словаря великорусского языка у писателя Владимира Ивановича ушло целых 53 года. Произведение содержит в себе около 200 тысяч слов, 30 тысяч пословиц, поговорок, загадок и скороговорок, которые автор собирал всю свою жизнь, общаясь с разными народами России. Именно поэтому выдающемуся деятелю было посвящено мероприятие, приуроченное 220-летию российского ученого, лингвиста, писателя, этнографа и лексикографа Владимира Ивановича Даля. Культурное событие состоялось в первой школе Каспийска по инициативе Республиканского центра русского языка и культуры Министерства по национальной политике и делам религии Республики Дагестан. Праздник посетила заместитель председателя собрания депутатов городского округа город Каспийск Аза Алиева, которая в своем приветственном слове подчеркнула важность владения и сохранения традиций русского языка, а также передачу этого искусства подрастающему поколению. В ходе мероприятия методисты Республиканского центра русского языка и культуры познакомили школьников с биографией Владимира Даля, рассказывали интересные моменты из его жизни, про учебу в университете, службу на флоте, а также о научной деятельности. Вместе с этим лекция сопровождалась показом видеороликов с отрывками стихов, посвященные Владимиру Ивановичу Далю. И сквозь пеньку столетий ты смотришь в туманную дарь. Недаром ты жил на свете, Владимир Иванович Далю. Организатор мероприятия поделился с нашими корреспондентами своим мнением, почему важно проводить подобные встречи с учениками. Поэтому такие вот такие культурные программы, такие акции, они призваны популяризировать русский язык, русскую культуру, донести до молодежи, до населения вообще о наших великих лингвистах, нашей культуре, показать ее с нового ракурса, так как она представлена великими нашими классиками. Надеюсь, наши дети, они как-то для себя что-то новое почерпнут, и это им будет однозначно полезно и в будущем, да и сейчас тоже для них это будет очень интересно.